В зале музея школьники подготовили обширную программу по теме 75-летней давности. Дети показывают небольшое театрализованное представление. Это постановка по мотивам романа Саиды Чахкиева «Золотые столбы». Оружия нету, один щелок есть, капитан. Выводите детей из домов, собирайте их. Вам 15 минут на сборы, вас будут выселять. Школьники знают о депортации по рассказам бабушек и дедушек, да еще из произведений ингушских писателей. Благодаря этому им удается доподлинно донести факты из прошлого. Учащийся второй школы Магомед Тибоев признается, чтобы вжиться в роль, он постарался максимально прочувствовать все то, что когда-то пережили его предки. Собравшиеся читают стихи и поют песни на ингушском и русском языках о депортации, которая длилась целых 13 лет. Моя бабушка очень много рассказывала о тех событиях. Очень тяжело это вспоминать, потому что это были страшные события, много людей погибло. Но ингушский народ верил, что они вернутся на родину. И эта вера помогала им выжить. Также в музее проходит выставка картин под названием «Так это было», приуроченной к 75-летию депортации. Ингушские художники отразили свое видение трагедии 44-го года, показали характер, сплоченность народа, смелость, потому что не будучи они смелыми, они не смогли бы выстоять такую огромную бездну, которую ожидала в этой трагедии. Поэтому художники ежегодно стараются нас порадовать своими новыми работами. Вера и незгибаемый дух помогли не погаснуть надежде нашим предкам вернуться в родную ингушетию. А наша задача – не забывать, каких трудов им стоило это возвращение. Тамара Хашигульгова, Адам Далаков, Новости 24.